Девушки отдыхают У них получилось. Но через что им пришлось пройти? Я уже тогда окончательно решил, что я никогда у него больше не возьму никакого, даже одного доллара, ни на что. Что еще теряешь, а что находишь к финансовому успеху? Он решил попробовать заняться бизнесом, связанным с деньгами, валютными деньгами, операциями какими-то банковскими. И как раз он вложился очень хорошо, что-то не получилось. И до такой степени, что нужно было просто не то, чтобы уезжать, а бежать. Кому было легче стартовать? Тем, кто начинал с нуля или шел от папиной базы? И за что проще отвечать? За себя или за семейный капитал? Идея того, что мне начать заниматься этим в 14 лет, конечно, принадлежала моим родителям и, в частности, папе. В нашем фильме впервые. Сенсационные признания дерзких, молодых, успешных миллионеров из спальных районов. И откровенные исповеди детей наследникам, отпрысков крупных капиталов. Они испытали на себе. Они знают, как стать миллионером. Восемь часов вечера. Лифт. Вместе с Эмином Агаларовым поднимаемся в студию на крыше его дома в центре Москвы. Это моя территория здесь. Ну, на работе, как бы, работаю в большой компании. Надо соответствовать образу руководителя. Костюм одевать. Вязать рубашку. Мы провели с Эмином почти целый день. И увидели, каким собранным, взвешенным и довольно жестким может быть вице-президент крупнейшей российской компании. И у нас вот это пространство не используется. Мы кафе здесь можем сделать, да? Да. Его встречи расписаны по минутам. Его действия рассчитаны буквально по шагам. Сегодня он здесь, в Москве. Завтра на Манхэттене, в Нью-Йорке. Встречается с Дональдом Трампом. Мы как раз обсуждали с Эмином и его отцом один совместный проект по строительству огромного здания. Посмотрим, что получится. Я жду с нетерпением. Для бизнеса неважно, где ты живешь, в Америке или России. Главное – понимать друг друга. Но вечером у себя дома, в футболке и джинсах, это был уже совсем другой Эмин. Меня нормально, абсолютно многие воспринимают, как человек из другой области. Я выхожу, что там, сочиняю, пою романтическую, трогательную музыку. Это как-то не вяжется с бизнесом. В этот момент мы еще не знали, что произойдет дальше и куда мы улетим вместе с Эмином и его крышей. Эмин предупредил. Я много петь не буду, полчаса. Но музыка увела нас совсем в другое измерение, где время перестало иметь значение. Скоро вы узнаете, что значит быть сыном Араса Агаварова и за что Эмина чуть не размазали по стенке. Это семейный бизнес, в котором очень сильный отец, но он еще и прекрасный человек. Я думаю, что Эмин хорошо ведет семейный бизнес и отцу нравится то, что делает его сын. Но также я считаю, что он уважает своего сына и позволяет ему делать то, что он любит. Центр Тревожная Кнопка, оператор Наталья. Что у вас случилось? Эмин Владимировна, здравствуйте. Успокойтесь. Вам нужно вызвать кого-нибудь из квартиры 12. У меня была бабушка Тоня. У нее был рассеянный склероз. С этим заболеванием люди часто падают, и они беспомощны. Соответственно, я это наблюдал, и, естественно, меня это ранило. И я видел, как мучаются все родственники. Бабушки Тони давно уже нет в живых. Но чувство вины, застрявшее больной занозой в детстве, не отпускало много лет. А однажды все перевернуло в Диминой жизни. Все окружение говорило, да ты что, дурак, зачем тебе эта идея, ну зачем, что ты мне будешь делать. Ну, то есть, если посмотреть, любую идею можно раскритиковать, она никогда не произойдет. Суть идеи – простой мобильник или бабушка-фон с датчиком падения и большой кнопкой СОС, сигналы с которой поступают в колл-центр. С этого момента пожилой человек под защитой своего оператора или ангела-хранителя. Ангел сам вызовет скорую, свяжется с родственниками и останется на связи, пока не придет помощь. Когда мы начали людям рассказывать об этой истории все, а да, вот у меня бабушка, а вот у меня у друга знакома, ну, то есть, там, актуальность этой истории, она сразу была очевидна для нас. То есть, мы даже особо не раздумывали, мы шли, да, мы начнем с кнопки жизни. На самом деле они начали с финала. Есть такое упражнение для начинающих в бизнесе. «Представьте собственные похороны. Что скажут о тебе на панихиде? Какую эпитафию напишут на твоем надгробном камне?» Дима представил. Он вспомнил все, чем он занимался, до кнопки жизни. И это его не обрадовало. Не хочу быть самым богатым в мертвенционном кладбище. Вы упали? Вам нужна помощь? Мы позвонили в милицию, ожидайте, пожалуйста, сейчас. Что у вас случилось? Проверим адрес улицы. Деньги не самоцель. Далее в нашем фильме. Надо было самому чуть не умереть, чтобы очень захотеть жить. И почему у Димы такая мистическая связь с мамой? Он мне говорит, мама, я очень много в реанимации думаю. Говорит, вот в 18 лет могла бы моя жизнь закончиться, а я ведь ничего не добился. Здрасте. Здесь у нас висит наша коллекция, и мы ее сейчас отпариваем перед показом. Мне папа придумал имя Кира. Сначала маме оно не очень нравилось, поэтому папа маме сказал, выбирай или Кира, или Берта. Вот, и мама выбрала Кира, и вот с тех пор я Кира. Мне очень нравится мое имя, я достаточно мало Кир встречала. Но при этом я чувствую себя такой уникальной. Она действительно уникальна. Начала заниматься модельным бизнесом в 14 лет, а сейчас в 21 самый молодой дизайнер, известный не только в России, но и за рубежом. Она избегает журналистов, не пускает в свою личную жизнь. И это ее первое откровенное интервью для Первого канала. Я всегда знала, что когда вырасту, хочу дальше заниматься одеждой, придумывать красивое платье. Но идея того, что мне начать заниматься этим в 14 лет, конечно, принадлежала моим родителям и, в частности, папе. Папа Сергей Пластинин выбрал не только имя, но и определил судьбу дочери. Хотя это было довольно рискованно отправлять несовершеннолетнюю Киру во взрослый бизнес. И если деньги можно застраховать, то как быть с хрупкой детской психикой, на которую обрушилось испытание не только славой, но и жесткой критикой в интернете и СМИ? Мы понимали, что это будет непросто, но вот как это будет, никто этого не знал, потому что никто этого не делал до этого. Ни я, ни Сергей, и, в принципе, наверное, и в мире на тот момент жизни не было таких других примеров. Но вот психологическую устойчивость, наверное, был самый большой страх. Со мной поговорили и сказали, Кира, ты ведь и так этим занимаешься, вот посмотри на свои эскизы, у тебя так хорошо получается, просто делай то, что ты всегда делала, и верь в себя, и все будет. А вот критики сомневались, что хорошего может получиться в большой моде у 14-летней девочки, которая шила наряды для своих кукол и наряжала любимую собачку Китти. Все ждали большого провала, и тогда родители решили подстраховаться. Пригласили на предпоказ самого Валентина Юдашкина. Он посмотрел на мою коллекцию, как-то так со мной поговорил и вдохновил меня, что буквально за две недели до показа своего самого-самого первого я очень много чего в коллекции поменяла. Вот, и мне очень тогда, как тот разговор, очень помог именно поверить в себя. Папа давал советы в самом начале, но он даже давал больше советы папе. Он сказал, может быть, там еще побольше поучиться, как раз они последовали этим советам, чтобы она больше получилась рисовать. Каждая модель меряю на себя. Вот все-все-все, что здесь есть в шоу-руме, я обязательно все на себя померяю. Все даже, ну, на стадии эскиза все продумаю и додумаю, и вместе смотрим все макеты. И я это делаю, потому что мне очень важно, чтобы вещь не только красиво смотрелась, но и в ней было удобно ходить. Скоро вы узнаете, каким испытанием стала для Киры Пластининой фабрика звезд, сколько она спит и почему встает в 7 утра. Я очень мало видела такой ответственности взрослого по-настоящему отношения к жизни, ну, у людей старшего возраста. Это новый тренд тракториста. Белые сапожки. Я должна оставаться стильной везде. Даже в грязи. Это не постановочные кадры. И черные брюки с белыми сапожками – не модная фотосессия, а полевая униформа Ольги Назаровой. И здесь, в хозяйстве, она не на прогулке, а строго по бизнесу. Но выглядеть все равно должна, как настоящая женщина. В этом ее главное преимущество. Могу сказать еще, назвать еще одно преимущество моей работы, особенно, когда я выезжаю в поля, ведь мало времени остается на занятия спортом, поэтому можно вот тут совмещать. Хоба! И все. Она может позволить себе вот так пококетничать и пошутить. Потому что часто ли вы вообще видели женщину за рулем трактора? А для Оли Назаровой это почти так же привычно, как за рулем своего автомобиля. Зеркальце. Я забыла. Вот здесь. Ну, помаду забыла. Главное – оставаться всегда красивой. Даже в тракторе. Красота – это страшная же сила. А какая действенная. Мы заметили, как выпрямляют спины и расправляют плечи рядом с Ольгой Сергеевной сельские механизаторы. И это не шутка. Городская барышня лично учит деревенских мужиков пахать красиво и ровно, с точностью до миллиметра. Ну, на первый взгляд, казалось бы, чтобы она понимала техники. А тут она очень четко все прекрасно объясняет, и сразу видно, что она с техникой на «ты». Мы же привыкли, как, что это сугубо мужское дело, техника, тем более сельскохозяйственные, такие трактора. А тут она может и за руль сесть, и показать, и рассказать, и что очень приятно и понятно. Навигатор нужен, чтобы ровно ездить по полям, то есть ориентировать тракториста, куда поворачивать, куда не надо. Скажи Оле Назаровой еще несколько лет назад, что она сама научится пахать и лихо входить в поворот с тяжеленным плугом на тракторе, она бы только посмеялась. А сейчас смотрите, ну разве это смешно? Сейчас, секундочку, чтобы плуг не упал. Выравниваемся. Он же очень неустойчивый, и там же протектора нет, он буксует. Чего до сих пор стыдится Ольга Назарова, и как из бедной девочки превратиться в миллионершу? Узнайте через несколько минут. Мне было стыдно, я помню, школьницы приглашать в эту квартиру кого-то. Вот эти ванны, это краской крашеные стены, наполовину, половина краска, половина побелка. Вот как это было. Обои в цветочек, на кухне одна раковина металлическая. И это был ужас. Я когда отдыхаю со своими партнерами, они всегда себя ведут так серьезно. Я себя могу там вести легко, свободно, попрыгать, подурачиться как-то. Мне от этого как-то, ну, нет ощущения, что я взрослый, мне надо как-то серьезно себя вести. Поэтому к этому было сказано, что детства не было. И это правда. Детства у Севы Страха действительно не было. Потому что когда в 14 лет начинаешь свой бизнес, а в 16 зарабатываешь первый миллион, ребенком себя уже не чувствуешь. Я тогда еще фирму не мог, открытие первой фирмы было оформлено на маму. Сейчас ему всего 25, а он уже босс солидной компании с годовым оборотом в 1 миллиард рублей. Его называют коммерческим гением, компьютерным гуру или просто Севы Страхом. И когда произносят его имя, обычно тыкают указательным пальцем вверх. Ну, типа, дальше только бог. Я считаю, что Севы был безумно талантлив. У него получилось то, что получается, что у одного из миллиона, наверное, сделают в его возрасте. Магазином в интернете сейчас мало кого удивишь. Но то, что до этой идеи додумался школьник, и что он сделал со своей компанией за 10 лет, на языке его сверстников звучит как просто «жесть». Я ему говорю, сынок, я горжусь тобой. У мамы Полины Петровны своя шкала ценностей. И никакой сверхзадачи вырастить миллионера она на самом деле не ставила. Все получилось не специально, но по-другому быть просто не могу. Смотри торт, как ты любил. Держи, птичьи молоко. Ага, папа говорил, не покупай торт. Я обычный пирог в этом плане намного лучше. Со стороны это обычная любящая семья. Со своими шутками и приколами, уютным домом, в двери которого однажды постучалась беда. Тяжело заболел папа, Александр Иванович. Я очень переживал, что мы будем жить и так далее. С вот этого вот как-то все это пошло. Он занимался пятиборьем. Дошел до чемпионата России. Но спорт пришлось бросить, а все силы направить на учебу, с которой у Сева, если честно, не очень ладилось. Ну, мама постоянно плакала после школы. Говорили, что дураком вырастил. До девятого класса плохо, а потом, когда взялся за ум, серебряную медаль закончил. И поступил в школу экономики. Счастлив был немерено. Это как раз был март месяц. И за апрель я доделал магазин и в мае стартанул. Почему плакал папа Севой и за что благодарил сына, далее в нашем фильме. До слез приятных. Вот честно, у меня была такая реакция. Свой путь Эмин Агаларов определял сам. Но направление, вектор, задавал отец, отправляя сына учиться вначале в Швейцарию, а потом в Америку. И делал он это намеренно. Потому что руководство московской школы постоянно просило. То им отрелантировать бассейн, то покрасить фасад и так далее. Он это понимал, чувствовал. И как бы у него было совершенно такое немножко уже к школе такое отношение, как папа эту школу уже практически купил. В 14 лет Эмин оказался за границей. Один. Для подростка это момент истины. И свобода личного выбора. В какую сторону повернешь. Я улетал как раз из Москвы в Нью-Йорк. Купил в Шереметьево, в Ларьке, несколько часов полет. Слава, Восток, тогда. Это подарок своим, как бы, учителям. Ну, это 10-долларовые часы, как бы, ничего такого большого. Что-то подарил, а что-то ради интереса загрузил на eBay. И продал там в три цены. И я, естественно, увидел в этом возможность. Он по тем временам никогда не летал первым классом. Хотя была материальная возможность. И у него была позиция по этому поводу. У него была позиция. Когда я сам заработаю, я буду летать первым классом. А за папины деньги я не буду летать первым классом. Имину едва исполнилось 16, а у него уже был собственный бизнес и совсем не детские деньги. Были неплохие обороты. Там 30-40 тысяч долларов в месяц мы оборачивали. Естественно, половина из этого была моя прибыль. Чем я, как бы, особенно гордился. Имину было 18, когда произошел случай, который окончательно расставил все точки над «и» в отношениях старшего и младшего Агаларовых. Когда он приезжал в Америку, мы часто с ним ездили по магазинам. Для того, чтобы увидеть и идентифицировать новые группы товаров, которые потенциально можно привезти и продавать. Но мне это было неинтересно, мне не хотелось этим заниматься. И один раз он мне об этом сказал. Он говорит, ты здесь как бездельник, лентяй, просто волочишься рядом. И вот если ты, ну, видимо, у него было такое настроение. Если дальше ты так будешь продолжать, ты просто вырастешь абсолютно бесполезным, ненужным. Я так расстроился, честно говоря, что было непонятно, с чего вдруг меня так размазали по стенке. Я уже тогда окончательно решил, что я никогда у него больше не возьму никакую, даже одного доллара ни на что. Ему невозможно было дать деньги. То есть если я пытался, я понимал, что это школа, дети, карманные расходы. Он говорит, пап, нет, не надо. Там грозный папа у меня сидит, самый мой злобный критик. То много баса на микрофоне, то малый барабан вылезал. Скажите ему, что сегодня все было хорошо. Агваров-старший этот мужской поступок сына оценил. И, конечно, внутренне был доволен. И Мин прошел испытание. Какое выгодное предложение отец сделал сыну, и почему был уверен, что тот не сможет от него отказаться, узнаете через несколько минут. Когда я с ним разговариваю, я считаю, что я разговариваю сам с собой. Я знаю, что если я сказал нет, меня переубедить будет очень сложно. Это Белоруссия, город-горки Могилевской области. Именно отсюда будущий миллионер Дмитрий Юрченко совершил свой дерзкий скачок к финансовому успеху. Это вот дом, в котором мы жили всей семьей. Он сейчас уже немножко изменился. Из трубы идет дым. Раньше там печку топил я. Вот наш огород. Вот эти яблони, там груши, сливы. Это мы с родителями сажали, сами поливали, убирали. Вон они плодоносятся, но яблоки вон лежат. Вот молочко парное, только вот из-под коровы. Прямо как в детстве, вот как бабушка доила, прям и давала парное с пенкой. Вкусняшка. Назад, к истокам. А это мама, Светлана Ильинична, у которой с сыном особенная почти мистическая связь. Они многое пережили вместе. У него очень тяжелые боли рода. Вот, и у Димы была послеродовая травма. У него почка была зажата. Оказалось, почка работает всего на 20%. И создает угрозу растущему организму. Врачи приговорили, почку надо удалять. С этого момента и начался Димин марафон жизни. Борьба за почку продолжалась несколько лет. Победили упорство и несокрушимая мамина любовь. Но судьба снова и снова испытывала ее Диму. Диме всего 18. Он студент сельхозакадемии. Сидит с другом в кафе. Смотрим, а там парень, девушку, стену головой бьет. Мы, соответственно, заступились. Он вытащил нос и панул меня. Мы приехали, когда я увидела его рубашку все в крови. Вот тогда где-то меня уже заколотило от всего этого. Там насквозь был пробит желудок, поджелудочный. А поджелудочный выделяет фермент, который расщепляет мясо. Этот фермент не позволял нормально заживать раны. Врачи не давали никаких надежд. Говорили, если Дима и выживет, то, скорее всего, останется инвалидом. Это было такое сложное испытание, эмоциональное, больше даже не физическое. Потому что каждый день ты не знаешь, что будет завтра. Что такое айронмен? И зачем марафон настоящему миллионеру? У человека должна быть какая-то цель. И он должен, преодолевая все и всех, идти к этой цели. То есть в этом смысле спорт и бизнес – это достаточно такие вещи одинаковые. Нам давали задания в среду, а в воскресенье уже был отчетный концерт. Поэтому нам приходилось буквально за несколько дней что-то быстро придумать и сделать. Ребята отнеслись изначально к этому негативно, потому что это был, во-первых, молодой бренд. Во-вторых, они не очень понимали, как бы, чему их может научить девушка 15 лет. Это, конечно, было очень нелегко, но, тем не менее, я очень много чему научилась. И очень сейчас благодарна за то, что у меня был такой опыт. Она работает в своей компании. Учится истории искусств в Далласе, проводит показы в Нью-Йорке и Москве. Спит 5 часов, встает в 7 утра. Она, вроде, такая маленькая и такая в чем-то наивная. Но если она должна что-то делать, она делает это наверняка. Сейчас ни для кого не секрет, что за брендом Кира Пластинина стоит большой семейный бизнес. Но сама Кира – это не просто вывеска. Я придумываю основную идею, направление, цвета. Мы вместе все выбираем ткани. Все предлагают друг другу разные идеи. И я определяю такое творческое направление. И мы придумываем какие-то первые эскизы. Я снимаю шляпу. В принципе, наверное, я могу спать спокойно уже. Потому что то, что делает Кира в ее годах, когда я имею в виду количество времени, количество сил, которые она тратит на это. И та самоотдача, и та любовь, которую она всему этому уделяет, и внимания. Мне приятно. Сам Сергей Пластинин не любит камер, не дает интервью. Но своей дочерью, безусловно, гордится. Я не умею давать интервью. Вот у нас танцы он умеет, Кира. Почему бизнес Киры Пластининой оказался под угрозой, и кто его спас? Узнаете через несколько минут. Конечно, это было переживанием, но с другой стороны, могло бы быть гораздо хуже. У нас стоял родительский шкаф, он был на замочке. Вообще советский шкаф. И за ним просто водопроводные трубы были. И мы с сестрой играли в игру. Залезаешь в шкаф, и закрываешь глаза, и начинаешь представлять, как ты по этим трубам поднимаешься, 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 вылетаешь в космос. А в космосе есть все. Семья жила скромно, если не сказать бедно. В надежде, что однажды папа, талантливый аранжировщик и исполнитель, разбогатеет и все устроит. Всех спасет. Но спасать в середине 90-х пришлось папу. Он решил попробовать заняться бизнесом, связанным с деньгами, валютными деньгами, операциями какими-то банковскими. И как раз вот он вложился очень хорошо, что-то не получилось. И до такой степени, что нужно было просто не то, чтобы уезжать, а бежать из Одессы. Пока папа был в бегах и прятался от бандитов, мама держала на своих хрупких плечах всю семью. Преподавала в музыкальной школе, а подрабатывала корреспондентом в сельской многотиражке. Я с мамой ездила очень по многим всяким фермам. И она вместо зарплаты ей давали яйца, мясо, конфеты, соки в трехлитровых банках. То есть ей надо было кормить нас. Мама все успевала. Она могла встать в 5 утра, лечь в 11-12. И так вот был каждый день. Но однажды Оля не выдержала. Отправила папе злобную СМС. Я сказала, что ты, типа, ну, предатель или еще что-то такое. Ну, грубо. А через несколько дней отца не стало. Инфаркт. Я так рыдала. Я помню, что я так рыдала, что мне... Я даже не потому, что он умер, вы представляете, а потому, что на какой ноте мы с ним все это закончили. Я вот до сих пор себе простить этого не могу. Ждать подарков от папы и от судьбы уже не приходилось. На кого теперь рассчитывать? На маму? Жить за ее счет? Но это было не просто неприлично. Стыдно? И Оля решила. Все. Теперь она сама в ответе за себя и за семью. Ночью танцевала в клубе, утром работала торговым представителем, продавала конфеты, вечером училась в институте. Однажды, готовясь к семинару по маркетингу, прочитала. Ставь большие цели, добивайся того, о чем мечтаешь. А деньги – это атрибут. Придут, когда надо будет. Но сначала на помощь пришли друзья. Они мне начали рассказывать, есть такая тема – навигаторы для тракторов. Я так на них устала, говорю, в своем уме. У нас навигаторы на машину в редкость. Какие трактора? О чем мы вообще? И тут Оля вспомнила, как, мотаясь с мамой по хозяйствам, уже слышала нечто подобное и про технику, и про космические спутники. Тогда это вообще казалось загранью. Но, может, сейчас пришло время? И потом, один раз деревня их уже спасла. Как договариваться с космосом и научиться прощать? Об этом узнаете через несколько минут. Теперь поля у нас идеально ровные, как на бумаге. Я думаю, из космоса они смотрятся очень красиво. Магазин начинался с продажи дат-кабелей. У меня когда-то появился первый телефон, и мне было дико интересно перепрошить его, закачать что-то и так далее. А кабелей для соединения с компьютером практически не было, негде было купить. Ну и возникла идея, что можно их продавать. Стартовый капитал был в районе 27 тысяч рублей. Я думаю, магазин трудно было бы открыть на эти деньги. Я не отговаривала, я только его спрашивала, Сева, а как же, а что же, а что же, все, как это, как это, мы никогда этого не делали. Вот. Ну, он иногда даже грубо говорил, не старперный чей. Он отправлял по 20 посылок в день, и однажды случился коллапс. Почта встала. Километровая очередь шумных старушек чуть не побила Севу. И тогда он придумал программку, вроде той, что сейчас успешно используется почтой. Зашел на сайт и отследил, где твоя посылка. Севулок молодец, то есть это новое поколение, действительно, достаточно быстро, рано стал хорошо развиваться, зарабатывать деньги. Он нашел нишу интересную, онлайн-продажи, с меньшими издержками, чем через магазины. На самом деле, очевидная идея, но он ее реализовал благодаря своей упертости, благодаря трудолюбию, благодаря своим мозгам. Я никогда не был любителем копирования. Я не люблю вот эти вот темы. Я всегда как-то находил путь, вот сам как добиться, что мне нужно. Теперь у него есть свой дом и собака по кличке Царь. Ну, просто собака счастья. Каждый день, когда возвращаюсь, открываю калитку, он уже подбегает к калитке, лижет руки мне. И даже квадроцикл, о котором мечтал с детства. Но сначала Сева осуществил папину мечту. Отцу было 50 лет юбилей. И в какой-то момент я приезжаю с работы, а он мне говорит, мама, я хочу папе подарить машину. Представляете, да? И в тот день утром мы с ним поехали, купили шарики тоже, бантики. Вот. И к окошку сюда он подъехал. Вот. И кричал папе в окошко. Вот. И я никогда не забуду этот день. Он смотрел за окошко и плакал. Наш папа. Это было трогательно. Это было до слез приятно. Вот честно, у меня была такая реакция. Мы обнялись, я сказал спасибо огромное. Какую самую большую тайну скрывает Сева страх и чего не купишь за деньги? Узнаете через несколько минут. Когда Чарли Чаплин пришел к своей маме и сказал, мама, я миллионер. А она ему на это сказала, а счастлив ли ты, сынок? То есть это было где-то почти 12 лет там назад. И я там уволил несколько руководителей. Я говорю, Эмин, у меня к тебе просьба, не надо, чтобы ты мне помог. Надо возглавить это направление. Я сказал, папа, у меня есть свой бизнес уже, поэтому меня твой не очень интересует. Он говорит, ну приходи завтра в офис, вникнем, посмотрим. Пришел я завтра в офис. Джинсы, майка, ну как американский студент. И заходит, значит, мальчик такой, которому недавно исполнилось почти 20 лет. И он зашел немножко так арабел, и потому что, ну как бы, такой большой коллектив. Я говорю, познакомьтесь, это ваш новый руководитель. Естественно, настроение упало ниже Плинтуса, потому что я не хотел быть представленным как руководителем. Я пошел купил в этот же или на следующий день себе тогда машину в Москве за собственностью средства. Это была седьмая модель «Жигулей». Ну, чтобы я сам как бы, раз уже работаю в «Крокусе», надо самому ездить на какой-то собственной машине. Не папиной. С тех пор прошло уже 12 лет. Теперь у Эмина другая машина и новые вселенского уровня проекты. Но принципы, по которым он строит свой бизнес и работу компании, все те же. И это вот та же самая позиция, как и в детстве, когда ты не можешь попросить на карманные расходы, так же и сейчас ты не хочешь, не можешь себе позволить попросить на бизнес, за который ты отвечаешь самостоятельно. За все свои решения Эмин отвечает сам. И за ошибки тоже. Когда строился большой развлекательный центр, Эмин придумал не затемнять гигантский стеклянный купол. В Москве так мало солнца. У старшего Агаларова была иная точка зрения. Но он лишь сказал сыну. Дело, как ты считаешь, нужно. Ну, я, естественно, пошел с делом, я считаю нужным, как обычно, не затемнил эти стекла. Приходит первое лето, купол гигантский, тепло, парниковый эффект, каток растаял. Ну, здесь я уже пришел к нему, я говорю, что такая ситуация произошла. Я идиот, ты говорил, все правильно. Я извинился, естественно, сказал, что ты был прав. Я был неправ. Бизнес есть бизнес, особенно семейный. Есть обязательства и есть долг. Эмин с себя эту ответственность не снимает. Но кто сказал, что не может быть другой крыши и своей музыки, под которую хочется взлететь над ночной Москвой, над всем миром? Я должен петь, я должен сочинять эти песни. У меня должна быть какая-то аудитория, потому что иначе это все не имеет никакого смысла. И я не планирую отступать. У него достаточно мягкий, интеллигентный тембр, красивый, бархатный. Горлопанить и рвать связки, это как бы ему не подойдет. У него есть то, что ему дано свыше. Именно этим он и должен забирать людей. Видимо, он свой путь избрал. Но то, что заложено Господом Богом в душе, а это музыка, с ней тягаться ничто в жизни не может. Эмин хороший бизнесмен, но отличный шоумен. И я чувствую, что ему больше нравится индустрия развлечений. Я думаю, что в молодом возрасте можно заниматься индустрией развлечений, а когда становишься старше, то уже приходит понимание бизнеса. Но Эмин прекрасный бизнесмен. У него есть хватка. Это особый случай. В то же время он фантастический шоумен. Идея впервые провести конкурс Мисс Вселенная в Москве принадлежала Эмину. Но Араса Галаров сына поддержал. Шоу действительно получилось фантастическим. Эмин оказался в центре внимания таких блестящих женщин, но внешне был абсолютно спокоен. Может, потому что его сердце уже завоевано другой красавицей, женой Лейлой и сыновьями Алией Микаэлем. Состояние влюбленности, оно, конечно, провоцирует на музыкальное настроение. И, конечно, были песни, которые я посвятил именно своей жене. Во-первых, я очень счастливый. Во-вторых, у меня двое замечательных детей, которые делают меня еще более счастливым. И кто сказал, что шоу не может быть бизнесом, а обычная стройка настоящим творчеством? Важно ходить на стройку, потому что, если просто работать по чертежам, то не всегда все, что ты увидел, прочувствовал, не всегда это правильно ретранслируется на фактические настройки. Это как музыка в теории. Вот ты ее слышишь в голове, а послушал в реальности и думаешь, нет, вот здесь надо поднять гитарку. Я вообще доволен, что он такой, какой он есть. Когда мы росли, у наших родителей было не очень много денег, и они очень старались, чтобы мы этого не заметили. А когда мы растим своих детей, то есть у нас немножко материальные возможности другие, и надо сделать так, чтобы они тоже это не заметили. Вот это очень сложная задача, и мне как-то удалось ее решить, потому что он не избалован, он работоспособен, он знает, чего он хочет, у него есть какие-то свои цели, и он к ним идет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Моей философией есть одно из главных правил, это «just a** do it», просто, блин, бери и делай. Он составил план эффективности жизни и завел специальный дневник, в котором записал по пунктам все, чего он хочет добиться. Вне зависимости от этих проблем, бери, вставай, иди, решай постепенные проблемы. Это основное различие между теми, у кого никогда ничего не будет, и теми, у кого что-то будет. Он дал себе 10 лет, чтобы стать здоровым, сильным, богатым, успешным. И у него получилось. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ориентируем на победу, на позитивный заплыв, на драйв, все будет хорошо. Километр вплавь по грибному каналу, 20 гонка на велосипеде, 5 километров бег. Это не самые обычные соревнования по триатлону. Это триатлон «Айронмен». Спорт, активно набирающий популярность во всем мире. В переводе означает «железный человек». Испытание для сильных, выносливых и физически очень неслабых людей. Почему я все же вот, я Дима Юрченко. Мне плохо, я дальше бегу. Это вот как марафон. Бизнес – это марафон. «Айронмен» – это не прихоть богачей или миллионеров. Принять участие в соревнованиях может любой. Это любимый вид спорта нового поколения трудоголиков. Вот так эффективно они теперь избавляются от стресса, лишнего веса и груза проблем. Ты уже двигать ногами не можешь, думаешь, что нахрен мне это нужно, но ты дальше бежишь. И так же в бизнесе. Участник многочисленных марафонов. Победитель соревнований по триатлону у нас и за рубежом. Дмитрий Юрченко теперь официально признанный «Айронмен». «Айронмен» – это в спорте, а в жизни успешный предприниматель – миллионер. А это его загородный дом. И через несколько минут узнаем, что бог послал на ужин миллионеру. На самом деле готовлю я. Ну, а я умею делать рыбу на пару. Сейчас я его снимаю. Дима, вот так питаются обычные советские миллионеры, да? Локстрами. Да, так вот. Острец сегодня не было. Есть какой-то секрет приготовления локстров? Да, главное, чтобы Катенька рядом была, туда он костюм становится. А это Катя – умница, красавица, спортсменка. Жена миллионера. Я всегда понимала, что я, конечно, пойду за честностью, за искренностью, за силой. И точно не за какими-то внешними признаками. Димочка, спасибо, что я влюбляюсь в тебя каждый день. Вот. Когда мы как-то запускали проект, у нас в форумах ругали. Вот вы там зарабатываете на стариках, там алчные бизнесмены зарабатывают на боли и страданиях людей. Я считаю, что это вот как раз красивая идея на грани социальной помощи и на грани бизнеса зарабатывания разумных, правильных денег. Идея, в которую мало кто верил, которая не должна была, по мнению опытных экспертов, принести ни человеческой пользы, ни финансовой выгоды, уже работает. Правительство Москвы приняло решение подключить всех стариков Москвы и Московской области к кнопке жизни. Клиенты идут, у нас уже порядка 10 тысяч клиентов, и люди все больше начинают доверять. И я уверен, что когда нам будет 10 лет, кнопка жизни уже будет ассоциироваться с любовью и заботой о пожилых людях. Я сейчас вспоминаю, когда я начинала свой проект, свой бизнес, у меня же не было никаких ни бизнес-планов, никаких конкретных знаний, я руководствовалась чисто вообще своей интуицией. А сейчас, работая четвертый год, я вдумываюсь в цифру, 19 с половиной тысяч клиентов по всей стране. Интуиция ее действительно не подвела. Но было и еще кое-что. Вначале она научилась договариваться с космосом, а еще научилась прощать. Своего отца Оля давно простила. И вот мне кажется, когда я его не стала, с тех пор как будто бы какая-то сила меня повела. И вот только сейчас я понимаю, что если бы он видел все, что происходит в моей жизни, он бы сказал, что да, я оправдала его надежды. Все, что мы выбираем, находится в этом космосе. Просто нужно суметь воспользоваться своими мыслями, делать, идти, переставлять ноги на пути к этой цели. И оно все это реализуется, получается. Она такая пробежная, что дай бог всем, и она добьется всего, чего хочет, и даже больше. Она мечтает полететь в космос. Ну дай бог, чтобы она полетела в космос. Почти с первого момента съемок Сева Страх предупредил нас. О личном ни слова. И тут же сам, видимо, наболело, выдал самый большой свой секрет. О девушке Наташе, с которой они прожили вместе несколько лет, а недавно расстались. И о сыне Арсении, которого оба так ждали, и который так похож на папу. Очень трудно найти ту девочку, которая будет не на машину вешать, не на деньги, а на человека, и которым нужны будут такие отношения, которые я вижу. Ну, в целом, у меня такая позиция, что я привык управлять всем. Управлять семьей так же талантливо, как бизнесом, у Севы не получилось. Наташа не просто его не послушалась. Она то ли от обиды, то ли от отчаяния пришла в программу Первого канала «Давай поженимся» и выдала на всю страну. Начались у нас отношения с молодым человеком. И я думала, что это как раз те отношения, когда одни на всю жизнь, и мы всегда будем вместе, и у нас будет семья, много детей. Он не хотел жениться. Изначально он мне об этом говорил, но я думала, что пройдет время, он придет к этому. Ты, кстати, ребенка просил, да? Или... Так получилось. С тех пор Сева и Наташа в ссоре. Мы решили им помочь. Взяли у каждого отдельное интервью. Надеемся, что они все-таки друг друга услышат. Мне хотелось свадьбу, но он к этому не был готов и совершенно этого не хотел. Любовь, она заслуживается. Не бывает такого ошибаться. Неделя и любовь. Он добрый, очень добрый. Очень меня любил. Я это очень ценила. Сначала возникает же привязанность, а потом уже какие-то такие отношения, когда ты как относишься к человеку, к родному. Он очень хочет меня вернуть. Нету кайфа возвращаться домой, когда ты там один. Заканчивая этот фильм, мы поняли. Нет единых правил для всех, как стать миллионером. И наша история совсем не про бумажки, а про людей, которые изменяли себя, взламывали реальность и прыгали в открытый космос. А успех и деньги пришли к ним уже потом, как дополнительный бонус, как доказательство жизни, в которой было много чего, но все было верно. На миллион. Так что полет продолжается. Полет нормальный.